Друзья, всем привет! У меня, короче, наелся термостат. Температура ближе к красной. И помогает только печка, чтобы не скипятить движок. Ну, в общем, трогаю нижний патрубок. Он холодный. Ну, а это значит, пришло время поменять термостат. Закупился немножко антифриза. Взял Феликс, который до минус 40. Ну, и ресурс у него типа пишут 250. Хотя, который залит штатный, у нас Синтек. У него всего ресурсов 90 тысяч. В общем, взял я себе Лузар. Вроде почитал по отзывам. Хороший термостат. Перед установкой я его проверил. Сейчас сделаю вставку. Я его, в общем, скипятил. И увидите, как он работает. Идут зачем-то две прокладки. Не знаю, зачем. Две прокладки. Но нужна, по сути, только одна. Одна, видимо, запасная. Так. Купил я его. О, сейчас скажу, за сколько. Вот. 1360. Антифриз вышел дороже, чем сам термостат. Ну, да ладно. Сейчас буду устанавливать. По-быстрому. Все. Четенько покажу, как это делается. Для начала нам нужно открутить воздушный фильтр. Снимаем его. Так. И вот он у нас, термостат. Тут тоже, в принципе, сложного ничего нет. Только прежде, чем откручивать термостат, нам необходимо слить антифриз. Вот там вот нижний патрубок, нижняя точка. И, по идее, за стартером у нас есть пробка слива с блока. Ну, сейчас заеду на яму. И будем сливать. Заяхал я на яму. Вот, получается, вот стартер. И тут у нас, в принципе, все просто. Раз, два, три. Звездочки. Вот. Пробка. Пробка, 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 пробка. Вот. Вот она. Вот она пробка. И пока мы, получается, стартер не открутим, слить с блока не получится. Вот. Чтобы слить с блока, ну, чтобы открутить стартер, нам нужна вот такая звездочка на 10. Ребят, напишите в комментариях, правда, я не знаю, как она называется. Напишите, как она называется, кто знает, что это за звездочка, или как она просто называется, правда. Буду вам благодарен. Ну, и, в принципе, откручиваем. Первый. Почти открутился. На удивление, на этой машине все откручивается практически легко. Просто сравниваю со своими приорами, которых у меня было 4. Там, чтобы что-то открутить, это целая проблема постоянно. Легко и непринужденно. В принципе, все откручивается. С приорами не сравнится. Вы, конечно, можете сказать, а что там приоры старые были? Нет, ребят, не было у меня старых приор. Они все были свежие. Точно так же, как и это. В этой уже 4-й год приорам было так же. Они были не старые. Но там почему-то все откручивалось гораздо хуже. Так, и вот теперь остался последний. Сейчас попробую с удлинителем. Наверное, будет поудобнее. Стартер открутил. Не знаю, смотрел видосы там на 1.6 что ли. Там целая ПП надо пройти, чтобы открутить стартер. Но у нас все легко и просто откручивается на 1.8. Просто обвязал его веревкой сверху. Батя просто помог мне подвязал его. Вот он сейчас в таком положении. И вот она пробка сливная. Сейчас мотор подостынет, антифриз подостынет. Ну и сольем. Так, все у меня подостыло. Сейчас получается снимаем с радиатора вот этот патрубок. Берем плоскогубцы, сжимаем вот этот хомут и сдвигаем его. Там не облейся. Ты штаны-то поменял? Да. Ну тоже старайся не облить. Ну я думаю, там напора не будет такого. О, так я потихоньку могу слить. Так я тебе, что я говорю, здесь так он вроде светленький. Лёхин, так он светленький у тебя. Но тебе его все равно сливать надо. Ну. Старый. Мы его оставим, потом доливать будет. Или нельзя? Ладно. Что-то сильно поперло. Ну, он слетел. Ну, нормально. С радиатора слили получается. Сейчас буду отключить эту пробку и посмотрим, сколько еще сольется. Отсюда у нас слилось. Вот столько, шестилитровая, ну, почти. Литра четыре, четыре с половиной наверное здесь. Вот. Так, сейчас открутим пробку. Берем головку на тринадцать и открутим пробку. Очень туго закручен. Да нет, вроде быть. Не будет? Да, уже нет. Так же я строим тебе и давай. Так, вроде легко пошло. надо что-то подставлять. Слил получается вот шестилитровой, литра наверное не хватает. и вот тут это четыре литра канистра. Ну, тут сколько? Почти литр наверное. Антифриз. Не знаю, видно вам, не видно на просвет. Ну, в общем, он не грязный. Это бутылка просто грязная. В общем, он не грязный. Я бы даже сказал практически не мутный, а такой у него есть те, потому что не знаю, камера наверное не передаст. Я вот ничего не вижу. В общем, он нормальный. Поэтому я промывать не буду систему, а залью чисто свежий. Снизу получается все закончили. Ну, еще пока не стал ничего надевать, чтобы все стекало. Теперь переходим к самому термостату. Снимаем фишку. вот так легко и непринужденно снимается она дальше. Снимаем хомуты. С этого патрубка может слиться, но может и не слиться. Мы вроде подули. Сейчас будет видно, что-то выйдет или нет. мешает, мешает, мешает. О, как-нибудь мешать. О, ну, тут еще стакан примерно вылился. Вылился еще стакан. Так, ну, теперь тут у нас два болта, две гайки. Гайки у нас получается на 13. Одна слабая, гайка, шайба. Так, не терять, не ронять. Гайка, шайба одна. вторая. Вторая. Так. Есть. Так. Так, это все у нас или не все? Нет, все. прокладка, задубевшая насквозь, задеревеневшая. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Ну, я лично криминала тут никакого не вижу. есть какая-то непонятная немножко непонятного налета в этом месте. В общем, как он закрылся, так больше и не закрывался, не открывался, вернее. Ладно, выворачиваем датчик, переставляем на новый и устанавливаем на место. Ключ у нас тут на 19. Я вот сейчас ключом откручивал, такое ощущение, что он на фиксатор резьбы что-ли посажен, потому что он открутился туго. Что-то непонятное на резьбе. Я что-то сомнился. Ну да, вот внутри видно, что там видимо какой-то фиксатор что-либо резьбы. Ну или это вот антифриз, который штатный Синтек дает вот такой эффект. Сейчас по-моему очистителем карбюратора вкручиваем датчик сполоснул, можно так сказать вкручиваем датчик сразу сейчас подтянем, протянем колючика на 19 блин, реально надо какую-то приспособу или купить кстати, подскажите, ребят, какую приспособу для телефона надо купить или киньте ссылку, чтобы можно было работать двумя руками и снимать одновременно. А то одной рукой неудобно. Датчик прикрутил, теперь берем прокладочку, прокладочка, это у нас еще, это у нас так, кстати, не ошибешься, по-другому не поставишь. Вот так вот, так вот, то есть, вот это у нас липкий слой, что ли, да, точно, липкий слой, который снимается, вот так вот, снимаем, так, 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 так. Прицеливаемся хорошенько, вроде чётенько, вроде чётенько, так, поэтому болту совпало, прижимаем, по этому отверстию, вернее, совпало, прижимаем, ну, что оно потом болтами прижмется, всё нормально, ну, так, для удобства установки, ну, всё приклеили, главное не забыть старую убрать, кстати, старую, потому что осталось на месте, всё, ставим, прокладку убираем, деревянная, разваливается, оп-оп, поломалась, ещё, посмотрите, просто развалилась, развалилась, ну, видимо, время пришло этой прокладки, так, верно, шиты, ну, просто, вот она ломается на раз-два, всё равно, она должна быть какая-то эластична, так, всё, так, вот кусочек, всё, 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 так, ну, и ставим, ставим на место новый термостат, телефон, так, аккуратненько, чтобы не повредить прокладочку, так, есть, так, тут у нас просто выпал со штуцера, ничего страшного, он особо роли не играет, так, теперь притягиваем шайбочки, ставим гаечки, так, так, одна, вторая, вторая гаечка, кстати, на нём их существует два вида, один типа зимний вариант, один летний, вот я взял что летний, он, у него температура открытия при 85 градусах, а зимний типа при 92, вот, но я не знаю, мой, мой штатный, мой штатный открывался на 85, и, честно, скажу, я зимой ни разу не замерз, не знаю, кому там не хватает этого, но зато, если поставить зимний, летом, боюсь, будет постоянно работать вентилятор, перегреваться, так что, я не стал экспериментировать, поставил тоже 85, так, все, есть, есть контакт, подключим сразу датчик, ты понимаешь, что это датчик температуры, так, есть, теперь нам нужно одеть раз патрубок, два патрубок, два патрубка, чтобы одеть, естественно, нужно сжать, чтобы сжать, нам нужны плоскогубцы, сжали, сжали, так, 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 одели, все, шикарно, везет обратно, ладно, все, с мамой сходим, с целью на лесопедах, съездим, так, спускаемся вниз, закручиваем пробку, не забываем по трубок, по трубок, то еще рифленый какой-то у нас, нижний, стартер прикрутил, патрубок прикрутил, пробка затянута, идем заливать антифриз, делаем маленькие дырочки, чтобы лилось у нас потихонечку, хоть я и буду заливать с воронкой, но, если наливать быстро, может много воздушных пробок образоваться, погнали, посмотрим сколько войдет, в общем, слил, слилось у меня, 6 литров, на потери, где-то я думаю, еще в районе, ну пол литра точно, может даже больше, может в районе литра, посмотрим сколько, зальется, так, ну в общем надо запускать, и сейчас у нас будет, уходить антифриз, сейчас я вылил практически всю канистру, на дне прям осталось, запускаем, чуть насос как-то долго качает, и больно громко, а наверно, в ближайшем будущем, снять бензонасос, почистить фильтр грубой очистки, так, посмотрим, воздух выходит, сейчас вылета ровно 5 литров, грубо говоря, практически середина, между минимумом и максимумом, сейчас еще прогоним, и посмотрим, и посмотрим наличие, утечек, где-нибудь, есть ли таковые или нет, о блин, горячо, тут сухо под патрубком, тут сухо, нижний самый патрубок, под ним тоже сухо, под прокладкой, под прокладкой особо не видно, прокладкой особо не видно, так, погазовали, антикриз у нас уходит, еще воздух выходит, слышно прям даже, сейчас у нас заполняется радиатор, так, открываем трешку, и подливаем, лучше, конечно, через воронку, до максимума одолели, ждем еще, выпускаем воздух, кстати, потрогаем патрубки, так, вот этот горячий, нижний, вот и нижний стал горячий, другое дело, сейчас по-любому, все будет работать нормально, а не так, как я ездил с печкой, и 2022 год, ребят, Лада Веста, охлаждение происходит через салон, путем включения печки, это прям как на Жигулях, кто знает, кто знает, это жесть на самом деле, ну как ни крути, я машиной доволен, да, есть какие-то такие болячки, вылазят, но ничего страшного, так, уровень у нас стоит, уровень пока стоит, час, поеду, наверное, прокачусь, и, посмотрим, нужно будет доливать, или не нужно, сколько я залил, сейчас получается, ну вот от трешки, еще вот так вот, залилось, то есть, ну пять с половиной литров, сейчас я точно залил, но я думаю, там еще уйдет, там еще воздух 100% есть, воздух может быть в самом радиаторе, отопителя, ну и воздух в основном радиаторе, сейчас поеду, прокачусь, и посмотрим, уйдет уровень, или не уйдет, ставим воздушный фильтр, ну, короб воздушного фильтра, вместе с воздушным фильтром, и едем пробовать, ну в общем, ребят, смотрите, я уже еду примерно минут 20, вот, еще не останавливался, конечно, не проверял, насколько ушел уровень топлива, ой, уровень антифриза, ну я еще пока стоял, дома я еще подлил немножко, в общем, вот я еду, медленно даже, да, можно сказать, у меня температура даже 90 не доходит, ну так как, называемый термостат летний, что меня очень сильно радует, на самом-то деле, потому что, я вот ехал, пока менять по трассе, я еду, а у меня температура, я через кардсканер смотрел, стоит, я еду сотку, а температура стоит 97-98, если сбавляешь скорость, то температура начинает расти, и спасает только печка, вот как-то так, ребят, ну на самом деле, пока что, все в порядке, сейчас доеду до дома, до второго, вот, посмотрю, насколько у меня убавился уровень, антифриза, да, запишу видео, доехал я до дома, ребят, примерно проехал, не знаю, там 30, может 30 с небольшим, вот, вот всю дорогу, вот такая температура, ну то есть, меня это радует, сейчас посмотрим, сколько, ну, ушел ли у нас антифриз, или нет, стоит, в принципе, уровень, хочу сказать всем, спасибо за внимание, если видос был полезен, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, ну и до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok